Людмила Ивановна Кузьмичева на Нижегородский парад начала ходить недавно. Раньше ездила в Москву. На фронт она пошла в 42-м, добровольно. Поначалу ее определили в Горьковский корпусной район, противовоздушная оборона города. Но 19-летняя девушка написала Сталину письмо с просьбой отправить ее на фронт. Через две недели пришла на нашем письме наша часть, резолюция товарища Сталина удовлетворить просьбу девушек и Сталин. И было подписано. Вот понимаете, до сих пор осталось в памяти, что был этот карандаш цветной, темно-красно-коричневый. Вот такой оттенок вот этой надписи. До сих пор у меня в глазах. Людмила Ивановна вместе с другими ветеранами на лучших местах. К ним обращается глава региона Глеб Никитин. Это и наша незаживающая рана, и наша неувядающая слава. Бесценен и безмерен вклад горьковчан. Их подвиг сделал наш город подлинной кузницей Красной Армии. Крупнейшей крепостью всей советской обороны. По многолетней традиции парад начинается с прохождения пеших расчетов. В их числе есть и женские коробки. Замыкают шествие юнормейцы. Над строевым еще работать и работать, но, конечно, все поправимо. Это уже механизированная колонна системы залпового огня «Град» и «Ураган», танки Т-72Б3, БТР, БМП, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и многое другое. Чувство гордости охватывает и зрителей, и ветеранов. Я вам знаю, что скажу. Мы в десантнике фронтове говорим, что ныне, ныне на планете нет такого народа, так защищал бы свою родину до последника прикроет. Много мы потеряли жизнь. Но мы победили мощного, сильного врага и доказали, что наша Россия непобедима. За парадом наблюдают тысячи нижегородцев и гостей города. Даже самые молодые знают, зачем такие парады нужны и для чего мы должны помнить о победе. Чтобы оставалась память и чтобы помнить, какая была война, как люди наши взяли себя в руки и смогли сами отставить врага. Мне понравилось, как мы дарили цветы ветеранов. Понравилась наша армия. Она очень сильная, красивая, нарядная. Чтобы этого опять не случилось, чтобы не повторилось, чтобы не было больше войны. Не было. В этом году по площади Минина прошли более тысячи военнослужащих, 33 единицы техники. Нижегородцы остаются на центральной площади. В это время в Кремле приятная церемония. Глава региона Глеб Никитин награждает тех, кто участвовал в параде Великой Победы.